Поздравляю вас с наступающим Днём Узнания. Для Москвы это, конечно, огромный праздник и волнительные минуты для миллиона московских школьников, преподавателей, родителей для всего города, потому что весь город готовится к началу учебного года, участвует в том, чтобы наша система образования была лучшей не только в России, но одной из лучших в мире. Я считаю, что совместными общими усилиями нам это удаётся. Поздравляю вас с наступающим праздником. Мы с вами закончили первые три класса, прошли три полных учебных года совместной работы, и сегодня можно подвести некоторые итоги этой большой совместной работы. Как вы знаете, хорошо помните, мы начинали с активного обсуждения развития и решения проблем московского образования. Были абсолютно разные мнения. Многие считали, что московское образование и так замечательное и прекрасное, и менять там ничего не нужно. Другие говорили наоборот о радикальных переменах. Мы за этот период времени ничего радикального не делали, но и не топтались на месте. Мы последовательно и системно улучшали работу наших школ, всей системы образования Москвы. Мы начинали с изменения системы финансирования школ, изменения системы оплаты труда, учителей, педагогов. Мы занимались активно работой по улучшению материальной базы школ. Мы вводили системы электронных систем, технологии школы. И сегодня по обеспечению, например, ноутбуками, компьютерами в Москве их уже более 160 тысяч в московских школах. Мы занимаем не только первое место в России, но, я думаю, первое место в мире. Это, конечно, дает дополнительные возможности для работы московского образования. Заработная плата учителей приблизилась... Средняя заработная плата учителей приблизилась к 70 тысячам. И многие преподаватели высших учебных заведений теперь уже завидуют московским школам. Конечно, нельзя не сказать и о системе самоуправления. В московских школах мы создали советы, в которые вошли и преподаватели, и учащиеся, и родители. Несмотря на то, что там есть большой резерв улучшения работы и активизации этих советов, тем не менее, они стали таким достаточно серьезным драйвером развития образования и создания новой системы контроля со стороны учащихся и родителей, а также взаимодействия педагогических коллективов с учащимися и родителями для выработки совместной стратегии развития конкретных образовательных учреждений. И, конечно, за это время не снижал контроль за работой нашей системы и Департамент образования Москвы. Несмотря на то, что считалось, что руководители школ, директора московских школ являются одним из лучших кадровых отрядов образования, тем не менее, оказалось, что возможностей улучшения там более чем достаточно. За это время сменилось десятки руководителей школ, и это дало новый импульс приходу новых людей в систему образования с сохранением лучших педагогических кадров, которые были в Москве. В результате и материальная база образования была значительно улучшена, и финансирование образования значительно в разы было улучшено, и вместо трех с половиной разрозненных образовательных учреждений создано около тысячи крупных современных образовательных комплексов. Можно спорить о том, правильно это было сделано или неправильно. Есть критики, которые говорят, что не нужно было так делать, или нужно было делать по-другому. Но, слава Богу, все больше и больше создается в стране объективных оценок деятельности образования, деятельности школ в нашей стране. Давайте посмотрим, чего мы добились в прошедшем учебном году. По количеству победителей Всероссийской Олимпиады школьников, где сложно что-либо подтасовать или подделать, итоги этих Олимпиад, количество московских ребят, школьников, которые стали победителями, увеличилось по сравнению даже с хорошим уже 2013 годом ровно в два раза, на 50%. И треть всех победителей Всероссийских Олимпиад стали москвичи. Это, конечно, такой серьезный результат, с учетом того, что количество школ, которые подготовили этих ребят, стало тоже значительно больше. И вообще количество школ, которые дают хорошее, добротное образование в Москве в разы увеличилось. Если мы в начале нашего пути имели первоклассные несколько десятков школ в Москве, несколько десятков хороших школ и огромное количество посредственных школ, то сегодня больше половины московских школ, они находятся на очень высоком уровне. Среди топ-500 российских школ 89 – это московские школы. И я думаю, с учетом тех преобразований, которые мы заканчиваем в этом году, потенциал вхождения в топ-500 московских школ есть еще. И я уверен, что мы увидим эту динамику. Мы не гонимся за этим, мы специально не натаскиваем наши школы, не работаем специально над этими рейтингами. Но потенциал московских школ, он сам за себя показывает уровень подготовки наших школьников и уровень московского образования. И вы помните, что в предыдущие годы было достаточно много дебатов по единому госэкзамену. Справедливый он, несправедливый, отстает Москва в оценках по ЕГЭ или не отстает. В этом году был введен самый жесткий контроль за результатами единого госэкзамена, за всю историю этой системы экзаменации. И в Москве уровень ЕГЭ, сдачи ЕГЭ, в результате этого жесткого контроля даже несколько снизился по сравнению с прошедшим годом. Но мы впервые за все годы получили объективную картину того, что происходит в стране и какой уровень московского образования по сравнению с другими школами страны. Так вот, последние экзамены показали, что уровень качества образования по единому госэкзамену, по количеству, к примеру, отличников, почти в два раза в удельном весе превосходит уровень образования в стране. А количество высокобальников более чем в три раза. Это уже серьезные объективные оценки тех процессов, которые происходят в московском образовании. И это, конечно, огромная заслуга тех, кто сегодня находится в этом зале, тех, кто нас слушает, всего педагогического сообщества Москвы и, конечно, наших замечательных учащихся, учеников, которые трудолюбиво постигают те знания, которые мы им предлагаем. И немаловажно то, что помимо развития школьного образования развивается и система дошкольного образования, которая, по сути дела, стала частью общей образовательной системы, общего образовательного процесса. С учетом того, что в Москве ежегодно поступает вновь в систему образования около 100 тысяч ребятишек, конечно, требуется и подготовка, и строительство новых детских, дошкольных учреждений, новых школ. И мы в этом году ведем около 90 зданий, сооружений в области дошкольного, школьного образования. И это нам помогает решить проблемы, связанные с очередями и в школы, и в дошкольные учреждения. И впервые в этом году мы практически на 100% обеспечим не только желающих привезти своих детей с 3 до 7 лет в дошкольные учреждения, но в этом году практически все желающие привезти своих детишек с 2,5 лет будут обеспечены детскими дошкольными учреждениями с 1 сентября. И, конечно, все эти требования, все эти новшества и продолжение нашей большой, кропотливой работы необходимо для того, чтобы мы по-прежнему были конкурентны, для того, чтобы наши дети получали качественное образование в Москве, для того, чтобы они были конкурентны в жизни. И, конечно, помимо спроса, спроса с учителей, педагогов, с наших школ, мы должны и не забывать о их поощрении. Поэтому мной принято было решение об увеличении грантовой поддержки, суммы грантов почти в полтора раза и довести ее до миллиарда рублей. И вы помните, что мы недавно ввели звание заслуженного московского учителя, и я сегодня также с большим удовольствием поздравляю лауреатов этого звания. Спасибо вам огромное за ваш труд. Спасибо за то, что вы делаете. С наступающим Днем Знаний! Спасибо. Дамы и господа! Начинается церемония награждения коллективов образовательных организаций и учителей города Москвы, первой степени в сфере образования. Коллективу Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы лицея номер 1535. Коллективу Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы средней общеобразовательной школы номер 179 Московского института открытого образования. Спасибо. Немало из того, что реализовано за эти три года, когда-то в 90-е я приезжал изучать в департамент образования Москвы, в Южный округ, который вы тогда возглавляли, в школы Москвы. Так что, коллеги, вот чему у вас научились, то давайте будем дальше реализовывать. Сергей Семенович, я хотел бы вам предоставить слово для заключения. Еще раз добрый день, коллеги. По поводу выступления. Михаил Николаевич отметил, что есть проблемы, связанные с предуниверсаями, что нужно включить эту систему не только 10-е и 11-е классы, но 8-е и 9-е. Михаил Николаевич, пожалуйста, можете включать даже детские дошкольные учреждения, предуниверсарии, заниматься подготовкой наших школьников в том объеме, который вы сможете освоить. Мы вас будем поддерживать, и вас, и другие вузы. Если говорить серьезно, то 8-й и 9-й класс, мне кажется, вполне возможен для включения в эту работу. Должен сказать, что от того, как мы работаем не только с предуниверсариями, но и нашими университетами, во многом зависит и то, на какие специальности идут выпускники наших школ, насколько эти специальности являются приоритетными для города и для страны. Поэтому я очень прошу и Департамент образования, и руководство школ, и наших университетов активнее сотрудничать в этом плане. Например, у нас, к сожалению, невысокая конкуренция в наши медицинские вузы. Несмотря на то, что и материальная база медицины, и заработная плата там также активно растет, но количество москвичей, которые поступают, не такое большое, как хотелось бы. Конкурс не такой большой. И во многом это связано не потому, что наши дети, выпускники школ, не хотят быть врачами, потому что нет явной такой активной пропаганды со стороны университетов, со стороны наших клиник. Я считаю, что вот по таким ключевым направлениям нужно составить отдельную программу и с соответствующими департаментами города Москвы и университетами, для того, чтобы активнее пропагандировать те специальности, которые в первую очередь нужны Москве и москвичам. Я думаю, что сами выпускники также не пожалеют об этом. Помимо этого, кроме работы с нашими ведущими учебными заведениями, необходимо работать и с ведущими корпорациями города. Мы год тому назад намечали программу взаимодействия с ведущими IT-корпорациями, и сегодня на базе 20 школ создана система высоких технологий, новых технологий обучения, и в этом году уже до 200 школ будет охвачено таким взаимодействием. Это новейшие технологии, новейшие компьютерные технологии, учебные технологии для обучения школьников, и это, конечно, даст еще один толчок к развитию нашего образования. Считаю, что необходимо не ограничиваться IT-технологиями. У нас много крупных корпораций, много ведущих предприятий страны. Мне кажется, что взаимодействие с ними не повредит как самим предприятиям, так и нашим школам. Антон Ильич говорил о повышении квалификации преподавателей. Считаю, что действительно та система, на которую мы перешли в прошедшем году, а именно мы дали свободу школам самим заказывать соответствующие услуги по повышению квалификации тем учебным заведениям, которые они посчитали необходимым, требует дальнейшего развития. Мы не только должны создавать, или, собственно, создали уже некую конкурентную среду по заказу на повышение профессиональной квалификации учителей, но и департаменту образования, институтам повышения квалификации выставлять требования, повышенные требования к данной работе. Внедрять новейшие технологии повышения квалификации, усиливать требования со стороны руководства школы к таким учебным заведениям, так, чтобы мы еще на ступеньку шагнули вперед в плане повышения квалификации преподавателей и учителей. А спрос на это есть, потому что у нас повышают квалификацию даже не только те педагоги, которые направляются туда, но достаточно большое количество педагогов повышают свою квалификацию по собственному желанию, по собственной инициативе. Это говорит о востребованности этой услуги, да и странно было бы по-другому, потому что у нас уже сегодня есть реальная конкуренция на каждое место учителя, преподавателя в наших школах. Очень важная тема была поднята по работе управляющих советов школ. Действительно, я каждый раз об этом говорю и считаю, что является важнейшим звеном управления нашего образования это самоуправление школы, это управляющие советы. В конце концов, мы готовим школьников не для ЕГЭ, и не для поступления, и не для каких-то формальных рейтингов и баллов. Мы готовим, мы оказываем услугу учащимся и их родителям. Они являются главными заказчиками, и они оценивают главным образом нашу работу. В значительной степени мы должны ориентироваться на их оценки, на их запросы. Но, помимо прочего, управляющие советы не просто оценка, но это элемент системы управления школой. Наши образовательные комплексы, в которых сегодня насчитывает до 3,5 тысячи учащихся, сотни работающих, финансирование бюджета школы составляет сегодня в среднем около 300 миллионов рублей. Для этого, конечно, нужно уметь управлять этими комплексами. Не только руководству школ, но и управляющие советы должны знать, что требовать от школ. Какими ресурсами они располагают, какими возможностями, какие их права, как управлять этими сложнейшими системами, как сделать так, чтобы каждая школа сделала шаг вперёд по своему развитию. Это важнейшие вопросы, над которыми нам и впредь предстоит работа. Желаю всем успехов в новом учебном году. Уверен, московское образование сделает ещё один шаг вперёд по улучшению качества обучения и развитию московской системы образования. Спасибо вам большое, дорогие. Спасибо. 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 Спасибо.